Непростая ситуация и в некоторых странах Содружества. Все детали в традиционном обзоре наших корреспондентов. Увы, но кривая опять поползла вверх. Впервые за последние три недели количество заболевших в России превысило 5000 человек в сутки. В красной зоне, где самый высокий коэффициент заражения, Чукотка, Еврейский автономный округ, Удмуртия и Всковская область. Небольшой рост и в Москве, но число новых случаев не превышало 700. К тем, кто все это время на передовой, обратился российский президент. Наша столица первая в стране, все это мы хорошо знаем, столкнулась с этой опасной и тогда еще абсолютно неизвестной угрозой. И здесь вместе с федеральными органами власти на за крайне короткий срок было организовано все необходимое для профилактики и лечения больных. Все службы действовали грамотно, быстро, слаженно и в целом эффективно. Дорогие друзья, здесь в концертном зале зарядья сегодня присутствуют представители медицинского сообщества и волонтерского движения столицы. Все вы, ваши коллеги, товарищи по работе, настоящие герои нашего времени. Прошедшим летом этим героем было не до отпуска, но ведь он обязательно будет. На этой неделе Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. Количество рейсов ограничено. По три самолета в неделю в Каир и по два в Дубае и на острова. Вернувшись, уходить на карантин не нужно. Однако попасть в эти страны можно только с отрицательным тестом. Ранее свои границы для россиян открыла Турция, Великобритания, Танзания и Швейцария. Пандемия и ее последствия. Главная тема послания президента Казахстана. Жить по старинке уже не получится ни у отдельных граждан, ни у государства в целом. Необходимы серьезные перемены. Касымжимар Тукаев предлагает начать сокращение аппарата чиновников. В этом году следует сократить их на 10%, а в следующем году еще на 15%. Таким образом, задачу сокращения чиновников на 25% мы решим уже в 2021 году. Особое внимание президент уделил и тем, кто находится на передовой борьбы со смертельным вирусом. Поручаю при ближайшем уточнении бюджета выделить 150 миллиардов тенге на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам за второе полугодие. Мы делаем это сейчас и должны это делать на системной основе. Труд медиков оценили не только на государственном уровне. Фотограф из Нур-Султана разместил на окнах одного из столичных отелей портреты медиков инфекционного госпиталя. Улыбка врачей как символ надежды на скорую победу. Режим карантина в Азербайджане продлен до конца сентября. До этого времени закрыты и границы страны. В Баку по-прежнему высокий уровень инфицирования. Не работает метро, а в выходные в городе прекращается автобусное сообщение. Для лечения коронавируса в стране открываются новые модельные больницы. Сейчас их уже 11. Туда в первую очередь везут тяжелобольных пациентов. Азербайджан осуществляет очень успешную деятельность в борьбе с ковид. Принятые решения выполняются своевременно и с высоким качеством. Эти и другие факторы позволили нам сохранить ситуацию под контролем. Культурная жизнь постепенно возвращается в города. В понедельник откроются музеи. Работать они будут только по будням. В экскурсионных группах не больше 10 человек. Социальная дистанция и маски. В Молдове очередной антирекорд. Количество новых случаев в четверг перевалило за 600. Коронавирусом заболела министр здравоохранения Виорика Думбровяну. Очаг по-прежнему в Кишиневе. Здесь объявлено положение повышенной эпидемиологической опасности. Растет и число тяжелых пациентов. Для них в республиканской клинической больнице оборудовали 120 дополнительных мест. Нам предстоит два важных этапа. Сделать все возможное, чтобы медицинская система выстояла еще несколько месяцев. И второе – это, конечно, вакцинация. Были раньше заявления о российской, американской вакцине. Чем раньше мы начнем, тем скорее избавимся от этого вируса. Несмотря на сложную ситуацию, в Молдове на этой неделе открылись детские сады. Они не принимали детей полгода. За это время родители неоднократно выходили на акции протеста. Сейчас режим работы садов сокращен до пяти часов. Обязательная дезинфекция и расстояние между кроватями. Детские сады будут открываться в 7.30 утра и закрываться в 17.30. Будет включено четырехразовое питание. Мы увеличим количество детей в группе до 20 человек. Но только при условии, если позволяет площадь. По регламенту на каждого ребенка должно быть выделено до четырех квадратных метров. В Грузии на этой неделе антирекорд почти 40 заболевших за сутки. Общее число инфицированных приблизилось к полутора тысячам. Такая статистика стала вызывать опасения у правительства. Мы слишком расслабились и забыли о том, что необходимо выполнять все рекомендации специалистов. Маски, дистанция. Вирус никуда не делся и продолжает создавать угрозу. Большинство заболевших в тот день – жители Батумии. Одна из сотрудниц кондитерской заразила весь персонал. Объект закрыт. А все, кто на протяжении последних двух недель посещали это кафе, проходят тестирование. Кроме того, в курортных зонах Батумии и Кобулете работают экспресс-пункты, где отдыхающие местные могут пройти проверку на коронавирус. Результаты по СМС в течение суток. В Кыргызстане пандемия начала отступать. Почти неделю не более 100 случаев в день. В Бишкеке очередной этап снятия ограничений. Общественный транспорт с 1 сентября возобновил работу в обычном режиме. Но кинотеатры, клубы, игровые площадки до сих пор под запретом. Также с 1 сентября в школу пошли только наши первоши. Они определены в группы по 20 человек, не более 20 человек. За этим строго следят и мэрия, и санэпидемстанция. Ну и еще одна хорошая, позитивная новость. Мы полностью возобновили работу детских музыкальных школ. Потому что очень тяжело учиться онлайн игре на фортепиано. И такого еще не было никогда. Да, концерт ко дню независимости республики 31 августа прошел на абсолютно пустой площади в центре Бишкека. Без зрителей. Поздравления президента люди смотрели в прямом эфире. В Таджикистане ситуация с коронавирусом улучшается. Более 85% инфицированных вылечились. Ситуация позволила возобновить международные авиасообщения. Пока только с Объединенными Арабскими Эмиратами. Рейсы два раза в неделю. И лететь могут только те, у кого есть отрицательный тест. Справки, которые должны получать пассажиры, они должны быть не ранее, чем за четверо суток до момента вылета и до момента пребывания на территорию республики Таджикистан. Помимо этого, Таджикистан продолжает возвращать своих граждан из России. До середины сентября планируется 52 чартерных рейса. Последние две недели в Армении число вылечившихся почти в два раза превышает количество новых случаев заражения коронавирусом. Цифры очень медленно ползут вниз. В день не более 200 человек. Режим чрезвычайного положения решили не продлевать. Но ограничения пока останутся. Ношение масок и социальная дистанция обязательны. По нашим прогнозам, ковидный фонд сохранится до конца года. И мы должны осуществлять необходимые мероприятия, которые сократят риски, связанные с распространением вируса. Серьезные ограничения сняты, и сейчас мы находимся в условиях, близких к обычным. Вместо ЧП в Армении вводится карантин, а вместе с ним и новые штрафы. При въезде и выезде из карантинной зоны 100 долларов. За отказ досмотра автомобиля 20 долларов. Столько же за неправильное ношение маски. В Беларуси приступили к разработке собственной вакцины против COVID-19. Трудятся над ней ведущие специалисты Национальной академии наук, Минздрава и Белорусского госуниверситета. А тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, помогут в белорусских санаториях. Многие здравницы разработали программы реабилитации, для чего пришлось закупить новое оборудование. Мы единственный санаторий, который разработал свою методику сочетанного применения внутривенного введения зонированного физиологического раствора. И тут же через 5 минут пациент переходит на инверсионный стол. То есть это использование гравитационной терапии. Процедура оказалась эффективной и востребованной. Путевки уже бронируют на несколько месяцев вперед даже из дальнего зарубежья.